Лечебные свойства многих растений известны с древних времен, но современные технологии позволяют извлекать из них полезные вещества значительно эффективнее. В Томске ученые создали технологию, позволяющую выделять из хвои полипринолы – органические соединения, которые используются в фармацевтике, косметологии, пищевой промышленности. Разработка уже используется в производстве и редкий случай привлекла инвестиции из-за рубежа. Хвойные волки долгое время считались отходами лесной промышленности. Еще в советское время ученые Ленинградской лесотехнической академии задумались о том, как древесную зелень хвойных пород можно использовать в хозяйстве. Профессор Федор Солодкий и его ученица Ася Агронат в 30-х годах вели исследования в области так называемой лесной биохимии. Им удалось выделить из хвои биологически активные субстанции. Федор Тимофеевич Солодкий основал такой раздел науки, как лесобиохимия. И получил первый продукт – это хлорофиллокаротиновую пасту. Первое использование Федора Тимофеевича, это и хлорофиллокаротиновой пасты, было как раз в лечебных целях. И он получил большие государственные награды за помощь Ленинграду во время блокады. Этой пасты и лечили раны, и лечили сложные, вы понимаете, что такое, так сказать, и обморожение, то есть и различные, так сказать, вот сепсисные состояния. И в том числе хвойную воду пили и в детских садах, она помогала спасаться от цинги, являлась таким комплексом витамин, который помогал Ленинграду во время блокады выше. В послевоенное время был разработан и испытан ряд растительных продуктов, которые использовались в медицине, косметологии, сельском хозяйстве и ветеринарии. К концу 80-х годов в СССР производилось более 350 тонн хлорофиллокаротиновой пасты в год. Попадая в организм человека, полипринолы, соединение растительного происхождения, под воздействием желудочного сока преобразуются в долихолы. Так восполняется недостаток долихолов, который возникает у человека в результате многих заболеваний, от обычного гриппа до гепатита. Полипринолы – это известные биорегуляторы внутриклеточного обмена растений, а в живых организмах являются такие вещества химические, как долихолы. Отличается полипринола от долихолов, несмотря на то, что это довольно большая молекула, всего-навсего одной связью. Поэтому полипринолы растений ферментным образом легко трансформируются в долихолы животных, в том числе и человека, и они начинают работать по определенным медицинским и биологическим функциям, регулируя внутриклеточный обмен живых организмов. Такое ценное соединение имеет хорошие перспективы для фармацевтики. Конечно, его свойства и способы получения изучали не только в Советском Союзе. Так, в 70-е годы прошлого века полипринолы из хвои удалось выделить в Японии. Сейчас в мире существует уже несколько производств этих субстанций. Изначально очень был дорогой продукт. В качестве примера могу привести, что даже на сегодняшний день известная американская ферма производит, но только в миллиграммовых количествах это вещество, если пересчитать на килограмм, то стоимость у них где-то 6 миллионов долларов. Ну, я считаю, что у меня заслуга, моя в том числе, как химика, как химика и как технолога, что мы эту цену уменьшили в сотни раз. Ученому, отработавшему технологию в лабораторных условиях, трудно в одиночку браться за создание полномасштабного производства. Ему нужен менеджер, который возьмет на себя управление проектом. Найти грамотного специалиста бывает непросто, а если он окажется единомышленником, это большая удача. В начале 2000-х технолог Владимир Карпицкий познакомился с предпринимателем Александром Кургановым. У Александра Курганова достаточно яркая и сильная история в томском бизнесе, но она не имела отношения, так сказать, к научным исследованиям. И вот, хотя он сам человек из науки, вернулся туда своим капиталом, своим менеджерским талантом. Затем, погрузившись в тему, он начал уже, конечно, становиться одним из самых сильных лоббистов этого проекта. Объединившись, Карпицкий и Курганов смогли создать опытно-промышленную установку по производству полипринола. Это был первый шаг в коммерциализации разработки. Коммерциализация. Подчинение деятельности целем извлечения прибыли. Поверил как раз в то, что это продукт, который будет иметь необыкновенный и финансовый успех. А самое главное, я видел, что это может служить на благо человечества, на благо здоровья человечества. Когда существуют еще и благородные идеи, то этим заниматься не просто интересно, а этим заниматься и гордо. В 2002 году в Томске появилась компания Сибекс, которая стала развивать технологию получения полипринола. Для этого в поселке Семилушки был построен завод с опытно-промышленным производством. Если ранее были получены принолы в лабораторных условиях, то перенести это на производство было гораздо сложнее, чем нам раньше казалось. Поэтому мы порядка 9-10 месяцев отрабатывали всю технологию, чтобы получить качественный, с нужной нам процентной концентрацией именно этих полипринолов. И после того, как была отлажена вся технология, мы уже действительно получили качественный продукт, который может использоваться в медицине. В создании промышленной линии участвовали многие предприятия Томской области. Компания «Пластполимер Томск», имея опыт строительства нефтехимического завода, помогла адаптировать установку. А инженеры ремонта механического завода Томской атомной электростанции участвовали в разработке узлов и аппаратов. Обычно древесную зелень хвойных пород обрабатывают методом водно-паровой дистилляции при высокой температуре. Специалисты Сибекса предложили делать это с помощью углекислотной экстракции. Такая технология позволяет извлекать из сырья ароматические и биологически активные вещества при комнатной температуре. Это позволяет лучше сохранять их свойства. Конечная субстанция используется как сырье в фармацевтике и производстве товаров для красоты и здоровья. Ведь она содержит флавоноиды, мальтол, терпены, каротин и витамин С натурального происхождения. Кстати, не всем известно, что такой популярный в наше время витамин был синтезирован всего-то около 80 лет назад. Парусник возвращается из долгого похода. Экипаж был в море полгода. И всё у них было отлично, всё хорошо. И вдруг у людей начинают кровоточить дёсны, появляются язвы, они слабеют и умирают. Это цинга. И подобные истории повторялись несколько сотен лет. И только в 30-е годы 20-го века стали понятны причины цинги. Тогда были вручены сразу две Нобелевских премии. Одна по химии за синтез витамина С, а другая по медицине. В этой работе было показано, что именно и только дефицит витамина С является причиной цинги. Люди цингой болеть не перестали, но стало ясно, как их спасать и почему им помогает хвойный отваг. Создать опытно-промышленную установку, на которой можно было бы реализовать технологию углекислотной экстракции, в Сибексе получилось далеко не сразу. Был и момент отчаяния. Я скажу, когда всё железо было готово, и когда мы начали работать, у нас сразу полипринолы не получились нужной частоты. И мы этой частоты добились только, как при рождении ребёнка, через 9 месяцев. Потребовалось переделывать оборудование и совершенствовать технологию. В результате удалось довести содержание полипринолов в конечном продукте до 96%. Получить именно по таким параметрам, характеристикам полипринолы в мире не удалось никому ещё. И, в принципе, приоритет получения полипринолов остаётся за Россией. Это особая гордость для нас. Некоторые технологические особенности нельзя было учесть при проектировании. Поэтому во время пуска наладки оборудование подверглось существенной доработке. Зато сейчас в Семилужках могут производить до 30 килограммов полипринолов в месяц. Установка получения полипринолов создана у нас впервые, по крайней мере, в Томске, в России. Именно поэтому мы не стали проектировать автоматизированную линию, а сделали всё в ручном режиме, чтобы можно было проще это всё изменить, отрегулировать и добиться нужной конфигурации цеха. Теперь нам по этим процессам уже всё ясно, и мы заказали проект автоматической установки, которая будет построена в технико-внедренческой зоне. Для строительства автоматической линии была создана компания «Сологифт», ставшая резидентом Томской технико-внедренческой зоны. Трудно сказать, сколько ещё сил и средств потребовалось бы от менеджеров Сибекса, но успешному развитию предприятия способствовали неожиданные обстоятельства. Почти случайно Владимир Корпицкий познакомился с Виктором Рощиным, заведующим кафедрой химии древесины и лесохимических продуктов Петербургского лесотехнического университета. Мы какое-то время работали параллельно, затем по публикациям нашли друг друга, и наши интересы объединились. Сейчас мы работаем совместно, непрерывно обмениваемся идеями, опытом. Оказалось, что Рощин сотрудничает с австралийской компанией «Сологран», которая была основана Вагифом Султановым, выходцем из России и последователем Фёдора Солодкова и «Асиагранат». Само название, созданное им в Австралии компанией «Сологран», составлено из имён этих учёных. «Сологран» выкупил у Лесотехнической академии интеллектуальную собственность в разработке лекарственных средств из хвои. В 2004 году мы по интернету нашли австралийскую компанию, в которой в продуктовой линейке находились и полипринолы, которыми мы серьёзно интересовались. И мы начали писать письма. Переписка длилась почти год, но потом в австралийской компании оценили серьёзность томских достижений. «Сологран» стал одним из учредителей Сибекса. Австралийские инвестиции составили 50 миллионов долларов. В российской компании начались серьёзные перемены. Мы оказались в одной лодке. И с этого момента мы стартовали развитие экспериментально-промышленной установки коммерческого получения полипринолов для лекарственного средства, которое сегодня производит компания, и которое сегодня на рынке России присутствует, которое мы сегодня продаём. Есть некий штамп о том, что молекулу вырабатывают там те транснациональные корпорации фармацевтические, и они тратят на это миллиарды долларов. И здесь, когда силами одной-двух компаний с небольшим капиталом выработать эту молекулу, довести до клинических испытаний и вывести этот препарат на рынок. Высококачественное сырьё, полипринолы для компании Сологран могут производить на Сибексе. Но мощности завода не хватает. Производство на предприятии Сологифт в Томской технико-внедрительской зоне по планам должно заработать в 2014 году. Оно создаётся по международным стандартам Good Manufacturing Practice – GMP. Австралийская компания Сологран, реализуя в особой экономической зоне города Томска проект стоимостью 50 миллионов долларов, имеет реальную экономию по этому проекту в 13,5 миллионов долларов. За счёт тех преференций, которые ей предоставляет государство, и за счёт того, что вся инфраструктура, инженерная, строится за счёт также средств особой экономической зоны. Сологифт будет производить до 300 килограммов полипринолов в месяц, что в 10 раз превышает нынешние объёмы производства завода Сибекс. Несомненно, в этом сотрудничестве выигрывают все – и российские технологи, применившие технологию углекислотной экстракции для производства полипринолов, и иностранные инвесторы.